Сюжет футболиста карьеры полностью вымышленный. Всякая сходца с реальными событиями является абсолютно случайным. А потом уже перешел в Европу. Но, друзья, я уже даже поменял сейчас сложность. У меня руки, мне оттуда растут. Это я сейчас не читаю комментарии. Там вроде такого больше нет. Просто высказываю свое мнение, что я прям не специалист игры в Pro Evolution. Но мне нравится, как это все здесь складывается. Как вообще это все создано здесь. Поэтому многие пишут, не уходить из локомотива. Но к чему я веду? Я не умею прям сильно здесь, как вы сами видите, играть. Поэтому я и отправлял свои предложения, резюме в Зенит. Многие пишут, оставайся либо в локомотиве, но только не в Зенит. Потому что кто-то не любит там Зенит. Но я на самом деле болельщик, кто еще не в курсе, что я болею в Зенит. Кто-то просил поставить празднование Андрея Аржавина. Я более-менее какое-то похожее нашел. Сейчас покажу, чтобы сразу, если что, вы видели. Он показывал, вроде, да, вот это вот празднование, типа, цы. Показывал, тишина, все такое. Вот это вот празднование, я его помню. Ну и поставил еще вот такой вот праздник, как у Кришена Роналда стояла. Вот, типа, спокойно я здесь. Как в спокойствии в Фифе вроде это называется празднование. Вот. Сегодня мы с вами отыграем декабрь и январь. Вот такие вот дела. Так что, как только откроется зимнее трансферное окно, я попробую еще раз отправить предложение в Зенит. Потому что, ну сейчас вы посмотрите, 8 очков лидерства у Зенита над Спартаком. А у меня только серебряная медаль чемпионата России. Это тоже не дело. Надо мне выиграть все в чемпионате России. Не важно в каком клубе, потому что, мне кажется, хотя нет, мне это на самом деле важно. Если бы Спартак все-таки шел бы там на первом, я бы вряд ли бы в него пришел. Потому что, ну это чисто мое мнение, я все-таки зенитовец. Вот, синий-белый-голубой. Поэтому сегодня у нас, тем более сейчас и игра против них. Если получится у нас забить им, будет вообще замечательно. Вот, так же у нас сегодня еще и шестой тур Лиги Европы. Конец группового этапа в Еврокубках. Поэтому Симон Миньюле в Зените, кстати, вы посмотрите. Луниев, правда, на замене. Янг. У них он есть хороший, кстати, они закупились. Ольги, Янг. Поэтому трудно будет, я так говорил, сезон, нет, даже полтора. Нет, ровно год назад, да, когда мы переходили с Химок в Локомотив. Я говорил, что в Зените хорошо было бы, но у них конкуренция. Дзюба и Азмун. Дзюба возрастной, да, ну вот они уже сами начинают покупать. Не знаю. Может быть, вообще, действительно, вряд ли мы залетим в Зенит. Будем все с Локомотивом пытаться в чемпионате выиграть. И, если что, ждать предложение от, реально именно предложение. Не отправляйте куда-то от европейских команд. Ну что же, Зенит-Локомотив, поехали. Итак, Газпром-арена. Зенит против Локомотива. Интересный матч сегодня еще и причем с капитанской повязкой. Ярослав Ракицкий. Тоже интересно. Посмотрим, как мы сейчас отыграем. Игра будет очень важной. Зенит сейчас в хорошей очень форме. И меня заменили. Меня заменили. Эдер выходит вместо меня. И все. Снова заканчивается матч. И снова ничья. 0-0. Мне кажется, Локомотив по ходу этого сезона будет действительно лидером в чемпионате России. Кто больше всех сыграл в ничью. Ну мы отбираем очки, по крайней мере, у Зенита. Сейчас у нас с ними 13 очков разницы. В 6 очков они отстают от Спартака. И мне кажется, у нас когда-то сейчас либо Сочи, который сейчас в хорошей форме, либо Динамо. Но скоро у нас точно отберут очки. И место тем более. 75-я строчка. Ой, 75-й рейтинг. Вот у нас сейчас 20 матчей мы уже отыграли за этот сезон. 5 плюс 1. В прошлом сезоне мы, кстати, 4 плюс 3 у нас было. Как я понимаю. Вот. Ну тоже интересный, конечно, результат. По голам мы превысили прошлый сезон. Теперь надо бы голевые нам наверстать. Итак, снова я в старте. Сейчас у нас домашняя игра. Последняя игра в групповом этапе Лиги Европы. И матч против Улверхэмптона. Если мы их обыгрываем, мы выходим с первой строчки. Ничья. Они тоже выходят с первой строчки. Так что нам нужна только победа. Только победа. И тогда мы сможем выйти с первой строчки. Посмотрим на расстановку. Ну я чисто, наверное, больше команду соперников сейчас Улверхэмптона смотрю. Вроде здесь прям основные лидеры. Вот Руи Патрисио не на воротах. Аспина вместо него. Дал, наверное, все-таки шанс сейчас именно Аспине. Потому что у Улверхэмптона Локомотив уже точно выходит с плей-офф. Только сейчас будет решаться с какой строчки. Итак, Локомотив принимает интересную команду. На этом стадионе уже принимали мы в этом сезоне английскую команду. Тоттенхэм. И вроде даже здесь мы проиграли. Тогда Санчес нам забил в дополнительное время. И со счетом 1-0 мы проиграли Тоттенхэму. И вылетели из Лиги Чемпионов в раунде квалификации. И очень хорошему передачу-то сейчас отдали Ионов. Не забиваясь сейчас. Как мы вообще нашли эту передачу? Вообще на самом деле номер Ренчика сейчас отдавал. Как-то пытался обратно. Вот. Но передача нашла Ионова. Тот очень опасно, но пробил. И все, друзья. Заканчивается групповой этап. Мы занимаем вторую строчку. В Уверхэмптон мы не смогли обыграть, к сожалению. Единственное у нас как раз поражение в группе. Это именно от них. Благодаря его. Один гол они всего лишь там забили. Рубен Невис вроде со штрафного. Ионов лучший в рок-матче. 7-0 у него оценка. И все. Мы заканчиваем на этом. Групповой этап. И сейчас давайте сразу же мы посмотрим. Аталанты и Монако, кстати, вышли с первой и второй строчки. Но вот Леша Миранчук получше. Здесь мы, как видим, отыграл. Нежели чем Саша Головин. Мы выходим со второй строчки. Спартак с первой. Вилья Реал со второй. Рома Аберден. Байер Лиль. Динамо Киев Лестер Сити. Сибилия Рен. Манчетер Иннетед Фенер Бахче. Бордо Реал Бетис. Краснодар, к сожалению, вылетает. Реал Соседат Хиберниан. Ростов вылетает. Франкфурт Андерлефт. Наполе Шарке. И все. Лига Европы на этом заканчивается у нас. И сейчас мы посмотрим Лигу Чемпионов. Как там все закончилось. И тоже посмотрим на наших возможных соперников. Потому что из Лиги Чемпионов тоже команды подаются в Лигу Европы. С третьей строчки в каждой группе. Вот. Лига Чемпионов. Групповой этап. Барселона вылетает в Лигу Европы. Будет просто месиво. Рейнджерс. Шахтер. Паук. Брюге. ПСВ. Зиньк, кстати, занял первую строчку в Лиге Чемпионов. 6 побед из 6. Селтик. Порто. Барселона. Ну и все. А здесь уже это понятно. Давайте начнем с Лиги Чемпионов. Наверное, раунд плей-офф с вами обсудим. Тоттенхэм Бавария. Марсель. Ювентус. Галатасарай. Лацио. Ливерпуль. Зенит. ПСЖ. Интер. Челси. Реал. Армения. Это там Баруси Дортон. Как я понял. Манчестер Сити. Атлетико Мадрид. Бенфик. Все. Дальше здесь у нас четверть финала идут. Ну и в Лиге Европы мы теперь тоже посмотрим. Плей-офф. И наш соперник это Сивили. Интересная на самом деле команда. Она за последний. Ну на моей памяти она три раза подряд выиграла Лигу Европы. И последнюю как раз тоже вот они выиграли. Обыграв финале Интер. Интересный соперник. Монако против Байера. Вильериала Рома. Аберден Спартак. Здесь Спартаку мне кажется больше повезло. Лиль Аталанта. Лестер Бордо. Рен Наполи. Фенербахчи Динамо Киев. Бетис Волверхэмптон как раз. Хибриняна Франкфурт. Андерлэк Селтик. Шальки. Реал Соседат. Барселона Порто. Рейнджерсы Клуб Рюгги. Шахтер Манчестер Иннет. Паук ПСВ. Тоже интересные на самом деле пары здесь у нас. Можно выделить Барселона Порто. Ну и мы сегодня в старте против Тамбова. Интересная будет игра. Тамбов ниже 10 строчки. Может он за зону сейчас просто выживание борется. Ну а нам это надо забивать. Даже Коченков сегодня на воротах. Поехали. Итак. Интересный матч нас сегодня ожидает. Именно в этом матче мы должны, друзья, ну все-таки уже забивать. Давно не было у нас голов. Последний был лично мой. Это за сборную России. Против Словении мы тогда играли. Так, ну вот это вот уже опасный штрафной. Здесь подрубили и желтую карточку получают. Фамилию тяжело здесь увидеть на самом деле. Здесь одного другого попытались. Здесь на скорость еще и обогнали. Но и сзади по ноге нам там прилетело. Так, Миранчук, ну давай лучше забей. Лучше забей, пожалуйста, Антон. Удар. И это гол. Отлично, Антоша. Антон Миранчук забивает. Вводит нас вперед 13-я минута матча. Снова мы заработали штрафной, с которого забивает локомотив. Получаем передачу на фланге. И не забиваем, а? А тут штрафной зато назначается, потому что меня сейчас сбили. Желтую я бы дал бы за этот момент. И получаем снова желтая сейчас. 27-й номер уже нарушает на мне. И куда-то в центр мы отдаем. Ну, естественно, игроки тамбова мяч выносят. И все, минимальная победа. Благодаря голу Антона Миранчука со штрафного мы выиграем, наконец, нашу долгожданную игру против тамбова. И лучшая танка будет, естественно, у Миранчука 7-5. У меня даже 5-5. Что-то очень странно. Ну, ладно. Наша долгожданная победа. Мы все так же на четвертой строчке. У нас 13 очков отставания до зенита. Сыграно матчей 22. Ну, и все так же пока что у нас. Ну, что же. Получилось нам обыграть тамбов. Сейчас у нас важная игра против Спартака. У нас 5 очков отставания до Краснодара. 7 очков до Спартака. Поэтому нам нужно, естественно, обыгрывать Спартака. И это последняя игра в декабре. И может быть, последняя игра за Локомотив. Хотя вряд ли. Потому что 3 января у нас там игра против Уфы. И вряд ли за это время я успею с какой-то командой договориться. Но Спартак против Локомотива. Интересный матч. Поехали. Стадион. Открытие арена. Спартак принимает Локомотив. Московское дерби у нас сегодня. И всегда внимание болельщиков приковано к этой встрече. Не ЦСКА, Спартак, конечно. Но все равно. Сейчас Локомотив как-то неудачно проводит этот сезон на самом деле. Хоть и прошли в плей-офф Лиги Европы со второй строчки. Но там грех было не выходить. И Джики очень хорошо отбирает мяч, но с нарушением. Штрафной назначает арбитер. Сейчас здесь мы точно увидим, был фолл или нет. Ну да, прям прямым корпусом на меня сыграл Джики. И штрафной. Удар. И это гол. Отлично. Кто этот пятый номер? Это не Баркок? Требель. Требель. Потому что у нас есть многие там новички. Не всех выучил. Миранчук. Почему-то он не пробивал. Пробил Требель. И отлично. Это 1-0. Снова на мне зарабатывают штрафной. И забивают. Отлично. И все, друзья. Минимальная победа. Снова Локомотив выиграет благодаря единственному голу со штрафного. Требель. Прям рад. Неимоверно. Как будто выиграли чемпионат. Но мы обыграли, да, все-таки вторую строчку чемпионата России. Очки мы набираем. Один-единственный удар в створ. Все и решил. У меня оценка 6-0. Краснодар обгоняет Спартак. У нас 25 очков. Мы отрываемся немножко от Динамо. И в 5 очков теперь у нас отставание до второй строчки. Но все так же 13 очков отставания до Зенита. Итак, Верт признан лучшим футболистом Азии. Сейчас мы подводим вот такие итоги года. Давайте чуть попозже мы это все посмотрим. Когда все будут номинации там известны. Сейчас у нас еще лучшие футболисты Южной Америки. И Габриэль Барбоса тоже заслуженно становится обладателем этого трофея. Так, база данных, индивидуальные титулы. Лучший футболист мира. Ну здесь у нас Неймар. Да, на второй строчке Мбаппе. И на третьем месте Лимандовск. Кстати, очень много. Прямо 873 голоса за Неймара проголосовали. Лучший тренер мира 2021 это Гвардиола. Который тренеру сейчас в Манчестер-Сити. Футболист Европы. Ну это Агуэра. Дзюба, кстати, на второй строчке. Вот это сейчас я только заметил. И Фалькао из Галатасарая. Лучший футболист Южной Америки. Барбоса, Де Базан и Безарас. Были, так сказать, конкурентами. И здесь у нас Верт из Занграха какого-то. Бил и Арнаудович на третьей строчке. Очень мало что-то людей голосуют здесь, я вижу. В Азии. Вот. Ну а мы переводим время до, получается, матча с Уфой. Либо там до первого дня трансферов. Да, первый день периода трансферов. Зимнее трансферное окно открывается. И я сейчас буду отправлять предложение. Ну, начну, естественно, с Зенита. Хотя мне приходит здесь сообщение. Желаемый номер. В клубе Локомотив Москва подтвердили, что они готовы продлить ваш контракт. Это означает, что там довольны вашей игрой. Отлично. Я видел их предложение. Оно неплохое. Но мне кажется, что в другом клубе вас могли бы оценить выше. Решайте сами. Подписывали этот контракт. Но спешить не стоит. Опа, там. Ну, список предложений, я так понял. Это только от Локомотива там? Да, только вот Локомотив уже до 2025 года предлагает. Я начну с Зенита. Вот. Ну и дальше по обыванию мы пойдем. Краснодар. Спартак. Почему бы и нет. Вот. Надо же прогрессировать где-то. Мы год полный уже здесь примерно отыграли. В это время мы примерно там перешли из Химок. В Локомотив. Поэтому я запрашиваю трансфер. Так что, ребят, все извините, кто писал там в комментариях не переходить в Зенит, не переходить вот так вот. Надо ждать предложения. Но. Если я никуда не перейду, ни в Зенит, ни в Краснодар, ни в Спартак, то без проблем. Я тогда останусь все в Локомотиве и переподпишусь с ними контракт. Сообщение мне приходит. С Уфой мы играем на выезде сейчас. Уфа идет. Не видно, где она идет. На выезде играем. И, может быть, это сейчас последняя игра за Локомотив. Кто знает. Поехали. Итак, стадион Нефтяник. Уфа принимает сегодня Локомотив. Нам предложили контракт. Получается, сейчас у нас 2020. Ну, второй год начался. Еще на три года новый контракт нам предложили. Я не знаю, на самом деле, соглашаться пока что или нет. Отправил предложение в Зенит. Посмотрим. Согласятся. Перейду. Нет. Попробую в Краснодар и в Спартак. Вот. Ну, вряд ли я, на самом деле, бы в Спартак переходил. Вот. Поэтому Зенит и Краснодар прям вот эти вот варианты. Спартак вряд ли. Там уже бы я перешел. Мы все-таки их обыграли. Ну, и чисто мне клуб сам по себе не нравится. И это 1-0. Отлично. Вот так вот с углового запихнули. Луир. Руофан. Лиу. Даже не Луи, а Лиу. Руофан забивает. Отлично. И будет угловой. Там что-то защитник затупил немного. Нас меняют, скорее всего, сейчас. Да. Выходит вместо нас. Даже отсюда не видно. Эдер, да. Эдер я увидел. И это 2-0. Снова с углового и снова забивает Лиу Руофан. Он забивает дубль. Кстати, с углового очень хорошо сейчас получилось у нас все это разыграть. Ну, и Локомотив уже ведет 2-0 давно. Не было такого, чтобы мы 2-0 выигрывали и вообще два мяча забивали. И все. Уверенная победа на выезде. Лиу Руофан забивает дубль. И мы обыгрываем Уфу. Очередные 3 очка у нас. 6 ударов, 5 в створ. И Лиу Руофан 7-5. У него оценка у нас 6-0. Зенит 3-0 громит там Краснодар на выезде. Спартак обгоняет. Ну, давно я так уже понял. У нас сейчас 2 очка отставания до Краснодара, 4 до Спартака. Ну, а до Зенита все так же 13 очков. Итак, 4 января 2022 года. И сейчас мы с вами глянем. Предложение. Все. Зенит сказал, что не интересуем его снова. Поэтому все. Я как вижу по турнирной таблице, я прислушаюсь тогда и к вашему уже после этого мнению. Список предложений я открываю. И я переподписываю контракт с Локомотивом. Ну, потому что в Спартак нет смысла уходить. Потому что мне эта команда сама по себе не нравится. Краснодар тоже. Зачем? Если у нас сейчас тут 2 очка отставаний. И дальше вот у нас как раз начнется следующий выпуск с матча против Краснодара. И мы сможем их обогнать. Поэтому мне кажется, здесь все и так понятно. Будет продлен контакт с Лубом Локомотив? Да. Мы продолжаем. После отказа Зенита, можно так сказать, я полностью теперь буду принадлежать Локомотиву. Но не факт, что летом я останусь. Вот. Такие вот дела. Сегодняшняя игра Центральная нападающая. Окончательное продление. Болельщики будут очень рады, что вы останетесь. Остаетесь, останетесь. Мне кажется, мои личные болельщики, которые сейчас собрались в комментариях, тоже. На самом деле рады, что я остался, потому что очень многие просили остаться. Игра сейчас против Урала. Уралу я забивал. Урал это первая команда, которой я отправил свое предложение из Химок. И они мне отказали. Стоит еще раз напомнить о себе. Буду постоянно этим мотивироваться. Гильермо на воротах. Поехали. Стадион Центральный в городе Екатеринбурге. Снова у нас здесь игра. Я остался в Локомотиве. Переподписал контракт. Болельщики, я надеюсь, будут мной довольны. И вы тоже. Так что. Очень жду лестных ваших слов. Надеюсь, все-таки на такую тоже поддержку. Все-таки остался. На самом деле, никому сейчас это не интересно будет. Я не знаю, вставлю ли я вообще монолог этот в ролик. Если бы Зенит бы мне все-таки согласился там на мое предложение, я бы отклонил. Вот просто ради вас, ради болельщиков сейчас, ради подписчиков. Я бы остался бы все равно в Локомотиве. Буду стараться с ними выиграть хоть какой-то трофей в чемпионате России. На самом деле, я хочу вообще все выиграть. Сначала в России, а потом уже можно будет переходить в другой клуб. И Миранчук. Что творит Антон Миранчук сейчас головой в девятку? Он замыкает. 41-я минута. Топовый гол. И это 1-0. Мы снова выходим вперед. Вот сейчас вот. Последний матч очень хорошо у нас. Может, какая-то сыгранность, я не знаю, что появилось. Но мы стали забивать. Да, замена. Эдер, скорее всего, выходит снова вместо меня. Кто бы сомневался. Но я очень уже давно не забивал. За Локомотив последний гол был... Уй, вообще сейчас не вспомню на самом-то деле. И все. Минимальная победа на выезде. Антон Миранчук забивает головой в девятку с великолепной подачи с фланга. И мы побеждаем Урал. И очередная наша победа. Очередные 3 очка. Зенит минимально обыграл Ротор на выезде. Спартак проиграл Тульскому Арсеналу. Краснодар здесь 2-0 вынес Тамбов. Ну и потихоньку они здесь как-то и теряют очки. Я надеюсь, когда-то они уже окончательно их потеряют, чтобы я их обогнал. Потому что уже 1 очко отставания до Спартака. И 2 очка до Краснодара. 13 все так же до Зенита. Помню был момент, когда 29-й был у меня матч и 9 голов было. Представляете, 29-й я уже 15 матчей не забиваю за Локомотив. Просто что-то невероятное. Ну что ж, друзья, последняя игра у нас в сегодняшнем выпуске. Матч против Тульского Арсенала. Они не так далеко от нас. Всего лишь 8 очков отставания. И играем мы еще и дома. Я надеюсь, Тульскому Арсеналу мы можем забить. Буду все-таки стараться. Подытожить как-нибудь этот выпуск. И чтобы была превьюшка хоть какая-нибудь. Локомотив полностью заряжен. Вот эта вот классная картинка сейчас, кстати, получилась. На фоне еще и наших болельщиков. Болельщики, надеюсь, мне стали теперь точно доверять. Больше года я уже буду сейчас находиться в команде. Кто смотрел карьеру за игрока в FIFA 20, поймет меня. Потому что я каждый год менял команду. Ткачев просто подбежал, мяч отобрал. И это моя очередная желтая карточка. Ну вот просто за такие моменты, ну серьезно, алло. Здесь ничего грубого нет. Как-то так анимации еще странно показаны. И меня, естественно, заменили. Эдер выходит, здесь 74-я минута. Моя вторая желтая карточка в карьере. И вторая в Локомотиве за этот сезон. В прошлом выпуске я, вроде, получил свою первую желтую карточку. Локомотив теряет очки в домашней игре против Тульского Арсенала. Ничья 0-0. Мы получаем очередную желтую карточку. Это наша вторая. Вот. И оценка у меня 6-5. Спартак обыграл Краснодар. Мы ждали этого матча. Зенит разгромил Химки. Ну а мы потеряли очки. И могли, на самом деле, сейчас, если бы обыграли, обгонять. Краснодар сравнивается со Спартаком, но нет. У нас теперь 15 даже очков отставания до Зенита. 75-й рейтинг у меня так и остается. И 19 лет у меня. Ну, типа, там, как зима, я понял, когда проходит, тогда и возраст повышается. Ну что же, все. Сегодня у нас последний день зимнего трансфера. Я его завершаю. Мы остаемся, друзья, с вами на весь второй сезон в Локомотиве. Надеюсь, вы это решение поддержите лайком. Вот. Потому что многие меня просили остаться. Ну и мы в старте на матче против Краснодара. И в следующем выпуске у нас будет февраль и март. Это Куба Красивый, вы уже видите, против ЦСКА мы будем играть. Также у нас Лига Европы. Матчи против Севильи. Ну и вот Краснодар. Как раз еще можем сейчас побороться за третью строчку. Тоже будет очень важный матч. Спасибо всем, друзья, за просмотр. Подписывайтесь на канал, на мой игровой канал. Ссылочка есть в описании под этим роликом. На инстаграм нашего футболиста. Ссылочка тоже будет там в описании. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать наши новые видеоролики и стримы, которые выходят у нас по выходным. С вами был Андрей, канал Футбол. Это же до новых встреч, друзья. Всем до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok